всем огромный привет очень часто поступает запрос чтобы я показала косметичку октября но последнее время почему-то у меня плавно косметичка просто что-то уходит от например ну как вот в этом месяце от сентября и что-то добавляется в октябре и вот как-то у меня нет такой резкой смены сейчас может быть немножко подостыла может быть просто особо нечего добавлять у меня сейчас реально немножко под истратились какие-то продукты и они у меня из месяца в месяц скачают по сути но что-то все равно меняется и поэтому ну давайте я покажу что же в этом месяце я отложила сразу хочу показать свои два удобных контейнера которые у меня стоят на столе вот этот контейнер я заказывала на сайте все на своих местах кажется так он называется но их можно взять и в китае и можно в той же идее по моему купить это классные очень такие акриловые толстые контейнера вот этот контейнер я взяла фаберлик мне он дико нравится я хочу вам сейчас его не просто так принесла полностью набитый хочу вам показать вид сверху видите девчонки многие его поругали сказали что он не очень удобный мало места у меня практически здесь все карандаши которые у меня есть исключение которые которых у меня тут нет вот я принесла видите тут 1 2 я обчелся но практически те которыми я редко редко пользуюсь ну пользуюсь но в целом все ходовое у меня находится здесь сюда попадают и туши но тут 2 их 33 туши также бог хорошо встала для бровей этот от арт визаж и с этой стороны корректор воткнулся то есть вообще мне кажется для тех у кого немного относительно немного конечно вот таких вот косметических средств вот такой контейнер очень удобен единственно он конечно дорогого ладно но я потом покажу что же у меня там естественно кандаши не все которыми я буду пользоваться но кое-какие я вам покажу в этом контейнере у меня остались стоять тут три парфюм чека два парфюма это эскада и и клад не помню какой это как называется реплики на самом деле реплики но ароматы очень-очень красивые и от от оригиналов не отличить но я человек не очень богат и поэтому не хорошо и вот такой вот аромат он идет в шарики этот аромат мне прислала леночка не кантрова привет теленусь огромный очень симпатичный он от рефлейм у меня такой же крем для тела и он мне очень нравится вот это кисти у меня не практически все здесь уместились вот еще одна стоит отдельно такая вот пушистая но я и пользуюсь не часто она очень колючая это от мэри кей остальные у меня кисти вот эти вот от эко туз набор а все остальное в китай вот и мне этого достаточно если вот опять же брать кисти меня кто-то из девочек будет покажи свои кисть мне ничего показывать вот еще вот эти вот вот симпатяка конечно она хоть и китайская но она такая классная веерная и вот это интересно для тональных основ но я и почему-то не пользуюсь мне больше удобно все остальные также остатки от тех наборов поэтому кистей у меня можно сказать нет ладно но теперь давайте косметички я в этот месяц у меня закончилась таки все-таки основа для под макияж от фаберлик но у меня есть две от эйвен первая вот эта новинка и new заряд энергии крем для лица совершенства мгновенное выравнивание сейчас я вам ее покажу она мне больше напоминает что-то такое ну или нечто такое силиконовая она действительно выравнивает и ощущение что делает просто вот гладкую гладкую кожу без всяких там выемок или еще чего-то ну оригинально правда единственный вот катаешься прямо вот ощущение по силикону гладкая гладкая что-то такое мне кажется даже отпечатка пальца не будет после этого выравнивания ну и 2 от люкс это основа под макияж она уже немножко другой текстура мне и хочется почему обе так кольцо наверно мешает давайте его сниму хотела красивый быть по ладно больше будет мешать это уже более кремовая основа вот такая мне хочется их вместе потестировать по очереди весь месяц какая понравится больше тут уже ложится как крем но и сейчас объясню почему все-таки 2 так давайте их вот сюда поставлю потому что у меня тональные основы будут еще люксовские и я хочу попробовать их вместе вот с этим вот такой мусс кажется это называется как это называется от люкс я уж не буду светить крышкой вот такая вот штука она начинает у меня уже трескаться хотя она ну я бы старой то не назвала и очень удобно конечно вот подбирать ногтем но интересная штука она ложится как крем я с ней долго пыталась подружиться в свое время даже было желание кому-нибудь подарить но в итоге вроде бы вот как-то раскрасила хочу ее тоже опять же поиграть с ней потестировать под обе основы и ее спонжем не очень удобно может быть я ее попробую как раз если получится вот кистью или бьюти-блендером но аля бьюти-блендера не допрыгнуть вот в общем вот такая вот основа и еще я взяла аж три тональные основы покажу все три иван вот такая вот так что это как она называется цвет айвори а то это вот был цвет наверняка же был чуть я только модель шину вижу ну давайте вот так покажу если тут есть цвет она вот натурал до посерединке написан цвет если интересно а то так показала так нет тут айвори это уже у нас давайте так по-быстрому покажу то что сейчас русский пока еще вы уже сто раз найдете его что это такое надеюсь это еще продается вот такой крем я люблю когда много на самом деле люблю когда много косметики ежемесячно поэтому я набираю всегда много бывает так что месяц прошел а я чем-то воспользовалась всего один раз но этот раз был и поэтому пусть будет а так вот когда целый ящик видно он прям выравнивается вообще его не видно и в отличие вот от люксов ского тут я вижу матовую кожу тут подсвечивает да видно что сияющий такой то есть вот это для сухой кожи хорошо подходит тот больше подходит для жирный моя кожа нормальная поэтому посмотрим как ей понравится я буду все пока на эту же руку матировать следующий крем перфект тон идеальный то он матирующий тональный крем от faberlic катюшка потякова не его присылала привет те катюш огромный так где тут света куда смотреть ну давайте я вот так артикул покажу если они еще в продаже вы посмотрите я думаю артикул это вот эти вот первые цифры шестьдесят два семьдесят три люблю когда много но в то же время не вся косметика когда у меня сразу используется ой как он видите желтенький все лето я не пользовался уже отвыкла но он подстраивается под тон кожи мы сейчас это в этом убедимся так никак мысли свою не закончу я буду рисовать и вам показывать и говорить 8 когда все в ящике лежит и много всего то рука до этого так может и не дотянуться а когда вот это редко пусть один-два раза в месяц использую используешь все-таки используешь вот смотрите по цвету подтон кожи подстраивается вот уже третий крем и совсем незаметен то есть вот он хорош тоже на осень давайте уместим так и камеру чуть не выкинула и крем уронила его все равно подниму кто не любит длинные видео вам будет сейчас скучно потому что я тут надолго села но и последняя основа кодоли я его заказывал на фарма косметика вот он конечно всегда удивляет с первого раза когда наносишь и этот крем подстраивается здорово хотя на первый взгляд посмотрите прямо даже страшно разносить я помню когда начинала им пользоваться мне было очень страшно его разносить по коже он дает немножко оттенок загара это есть поэтому если белокожий человек то вам не понравится не подойдет у него уже нету а нет есть только не помню какой у него тон мне кажется давайте я вот так покажу если вдруг вы увидите где этот тон написан это хорошо может здесь но я что-то либо средняя брала либо светлая вот ладно вот такой кодоли дальше давайте по пудра пройдемся пудру я снова взяла люкс ну как снова время от времени я ее беру она мне не очень подходит но никуда от меня не уходит при этом вот выглядит она так красиво блестяще и знаете вот это вот огромное зеркало это просто украшение пудры на самом деле и сама она такая вот классная у нее кстати уже ямка матирует она хорошо на так вот она не всегда у меня ложится хорошо у меня сейчас например на начало сезона как было начало осени после лета кожа нормальная а вот весной у меня кожа больше сухая и вот когда сухая то не подходит пока нормальная сейчас думаю я и попользуюсь но люксовская вот красиво смотрится косметика если вдруг не подойдет вот я сейчас взяла такую вот совсем старушку мне ее юленька смирнова еще присылала она от oriflame уже такая совсем у меня боевая я не буду разносить уже на руку а вот так покажу просто ну хорошая вот это вот пудра от oriflame она у меня уже разваливается я ее опять собираю вот с таким названием я думаю что она у меня еще один-два месяца и все мы с ней расстанемся потому что уже все старушка но и откадали я тогда заказывала еще вот такой вот тональную тональную ну пудра наверное как это называется но надо темноватый бронзан то минеральный бронзер так что ли ну давайте вам покажу вы посмотрите я ей немножко скульптурирую вот она такая темная тоже я ее время от видно почти девственно чистая потому что я ее боюсь если тесно для меня самое сложное макияже это скульптурирование лица я всегда боюсь переборщить но иногда я все-таки к бронзером обращаюсь пытаюсь с ними подружиться но это вот средство с которым я на вы и шоп там вот по-другому не скажешь и еще одну штуку взяла ты его нужен тоже пытаться буду скульптурироваться просто я ее совсем забросила хочу попробовать подружиться вот с этими румянами если у меня конечно получится они очень яркие но зависит очень многое и от кисти вот пальцем не сильно и ярко видите получается также тут есть бронзер но в отличие от кадали он не настолько яркий но все равно смотрите ложится темно я их боюсь а вот типа не тип конечно хайлайтер это больше похоже на новогодние блестки слишком много тут блесток не очень я это дело блестящее дети его самого нету и не подсвечивается а именно блестки блестят это вам видно или нет свечу не свечу сюда поставлю ну и моя любимка она вообще уже боевая такая это все еще те же самые тени вот эти вот для бровей я использую также моей боевой кисточкой сейчас я вам ее покажу скошенную вот тела вот этой кистью я ее и знаете честно им уже больше двух лет вот этим теням и ничего с ними не делается мне нужно совсем немножко я просто заполняю между ресничками вот оттеняю бровь и больше мне ничего не надо не идеально подходит и нравится но я об этом из месяца в месяц уже говорю мне кажется надоело так тут вроде бы все рассказала давайте покажу туши а потом покажу уже тени и помады потому что у меня основной это тени и помада только вчера в посылке ко мне приехала вот эта тушь от оленьки оленькой крюковой из санкт-петербурга это кабары премьер кажется так она называется и только уже вечером я увидела что она не черная вот такого зеленого оттенка в третьем тоне давайте я вам покажу я и сразу же конечно открыла сейчас я с ней она у меня на глазах очень интересно она оттеняет видно лайки и щеточку видно и хороший кстати ограничитель сегодня я с зелеными тенями из этой туши давайте вам покажу что здесь про нее было написано вот со сценическим эффектом супер объем тон 3 вот про эту тушь хочу сказать что я ее сегодня наносила одну на глазки но я завтра буду пробовать на черную тушь потому что мне кажется на черный тушь она ляжет намного интересней вот вторая тушь у меня от divash она приходила мне от надежки надежда полнакс вы знаете ее кто-то хвалит кто-то ругает для меня это вот как говорят девочки рабочая лошадка мне я просто быстро крашу ресницы никаких танцев с бубнами не надо с ней скакать она просто красит и вообще без проблем она не жидкая она не сухая вот нормальная тушь не знаю мне вот она как-то хорошо так и вот такая от иван супершок это уже классика риван а вот она у меня начинает уже чуть-чуть подсыхать я и активно пользовалась на протяжении уже наверное месяцев трех я вам ее показываю и видно она уже так немножко от меня устала тоже нормальная тушь единственное что раньше мне казалось что супершок я одним махом могла накрасить то теперь я ее ждала когда она немножко подсохнет чтобы начала красить и все-таки она ложится со второго слоя с первого слоя что-то я мажу мажу никак не намажу ну и совсем старушка моей косметички и уже наверно год very me от faberlic нет от арифлейм я не такая классная она бесконечная она не сохнущая вообще ни одного комочка год это точно я и пользуюсь время от времени когда настроение есть вот на такой цвет и она меня не подводит классно ложится пушистые синие красивенные ресницы ощущение что у меня аж светится глаза изнутри не знаю если они еще в арифлейм но настолько классная туши это просто супер корректор я в прошлом месяце говорила что буду пытаться дружить да у меня получилось с ним подружиться даже мне тут танюшка в контакте дружим станечкой прислала картинку как правильно наносить консилер акация наносила его неправильно оказывается консилер нужно рисовать ну или наносить не по под глазом не по тени синячка нашего а гораздо глубже по переносице вниз вот так вот волной но мне надо глаз чтобы показать я конечно не подготовился этом отношении сначала очень боялась но на самом деле нужна совершенно крошечная мини крошечка и она хорошо и ложится и синячки прячутся так что еще по-быстрому если показать но это уже не стыдно пока потому что уже совсем он чумазенький вот этот гель от арт визаж для бровей пользуюсь катюшка потякова присылала и огромное огромное спасибо потому что я и прямо подружилась и с огромным удовольствием пользуюсь так по карандашам я даже не знаю наверное вам покажу вот этот один единственный карандаш от иван в коричневом цвете он у меня новенький косметички я его купила с огромным удовольствием и буду пользоваться в нем есть блестки но они никуда не деваются не осыпаются их потом я на лице не нахожу отличный вот этот карандаш так где его цвет что кружу кружу а ну вот коричневый сахар брон шугар ладно карандаш из прошлого месяца все остались я не знаю что вам показывать очень я люблю вот этот от мэри кэй мне вот танюшка присылала вот он такой красивенный рыжулька спасибо тебе танюш огромное вот это тоже от нее в золотом цвете я их оба люблю но в золотом использую реже потому что он там уже на конкретные какие-то случаи люблю оба и еще один сейчас покажу по-быстрому зеленый он уже идет от иван вот этот зеленый толстенький с таким цветом обожаю я вот этот тоже карандаш смотрите у него пора уже точить сейчас я вот уже покажу вот такой он и зеленый и изумрудный цвет видите играет от темного прямо в светлый этот я люблю карандаш надо будет наточить его пользуюсь с удовольствием вот как раз его вот с этой его тушью новинкой очень даже классно смотреть видите классно я сегодня сестра сразу заметила на мне туши сказал что мои глаза позеленели значит все хорошо так ну давайте к теням сейчас я тут смою теперь наконец луку и покажу вам тени которые я выбрала в этом месяце с учетом осени осень она всегда тянет меня по крайней мере на зеленые на коричневую вообще меня наверно каждый сезон тянет на зеленые на коричневые начну я вот с этой красавицы это тянды я думаю она когда станет старенькая совсем при этом не закончится и даже не уменьшится потому что это такое средство тут кстати зеркало сверху классненько вот такая штука я один раз попробовала воспользоваться но для такого средства она конечно не нужна открывать нужно совсем аккуратно потому что я сейчас буду вся в этой красоте видите я уже несколько раз ее конечно показывала ой к моим ногтям как подходит правда смотрите прямо к ногтям надо наносить очень аккуратно конечно и на глазки чтобы она не просыпалась вообще это украшалка для тела зону декольте можно украшать и тогда вот это вот пуховочка то она нужна мне как тени очень нравится давайте вам покажу что написано здесь блеск для лица не для лица то есть это можно вообще даже не тени использовать а типа хайлайтер где тут красота сама вот двадцать седьмой тонн те кто стенды связан наверное понимают о чем идет речь мне присылала давно давненько уже больше года на года полтора назад елизавета не знаю сейчас есть у нее каналы нет ли заставили за так ее вроде звали вот следующие от и фраше тени это жану ли мне присылала приветки моя хорошая и огромное-огромное спасибо эти тени я люблю вот такие вот они фиолетовые особенно вот этот цвет вот он такой прямо красивый красивый на сейчас все нанесу покажу вам мне кажется они немножко по-разному наносятся но в целом макияж делают неплохой так этот пожадничала я тут место я не всеми пользуюсь но на глазках смотрятся они неплохо видите они как переносятся вот на глазках они отложатся вот так вот здесь легли как-то они 5 пятнами а вот на пальчиках видно что более симпатичный я сейчас быстро не найду мне к ним есть и карандашик мне его жанна тоже присылала вместе с тенями когда надо что-то быстро найти всем известно что этого сделать невозможно да а вот нашла вот но я вам его регулярно показываю на самом деле так давайте вот здесь проведу видите как раз сиреневый и этот карандаш очень хорошо вот с этим цветом играет вот некоторые девчонки говорят что надо днем у окна мне снимать потому что помады тени плохо видно девочки если честно если мне снимать днем у окна я вообще снимать тогда не буду потому что у меня две комнаты квартире четыре человека и кот и я снимаю если честно ночью когда у меня уже семья легла спать потому что снимать реально мне негде а тут я кухню заблокировала и сижу и то если кто-то хочет ночью сходить в туалет то это и нужно сделать прямо мимо меня и очень неудобно порой семья страдает и ждет когда же я освобожусь еще одни тени хочу показать от мэри кэй мне их присылала оксаночка оксаночка алексанова спасибо тебе моя хорошая тут тоже прямо осень осень смотрите вот этот цвет пересекается который я вам сейчас показывала я вам сейчас его нанесу прямо над этим и можно будет сравнить ну и заодно следующий очень люблю я эту палетку мы с ней подружились и вот этот розовый какой красивый красиво красиво вот смотрите они выше уже и тут цвета более яркие да но вот эти вот очень похожи между собой получается эти две палетки они как бы дополняют друг друга потому что вот из этой палетки вот эти два светлых оттенка вам плохо их видно но они очень хорошо тушуют все остальные в этой палетке нет светлых оттенков ни одного а та дополняет и получается вот так красиво посмотрите вот этот какой красивый цвет я его порой один наношу как стрелку и хожу и плюс цвета отдача вот такая классная так что такая палетка мне очень очень нравится Оксане огромнейшее спасибо что она мне прислала ее ну вообще декоративка это что-то волшебное над декоративкой можно сидеть часами урчать и разглядывать это мы девочки любим так пока руку стираю думаю что вам еще рассказать интересный отвлечь пока я тут занимаюсь вообще тоже много сейчас посылок ко мне приходит от девочек и на фоне этих посылок возникают вопросы где я храню и покажи свои новые запасы девчонки запасы показывать не буду потому что пять человек скажут вау как классно а потом пять меня так назовут что хоть стой хоть падай поэтому я не готова к критике вот такие тени мои очень любимые это форес кажется так они называются видите уже стирается название это очень недорогая фирма прямо вот форес видите но я их честно рекомендую у них огромный срок годности покупала я эту палетку сто лет назад годен до семнадцатого года у меня почему-то девчонки сканируют быстрее годность что уменьшить а ведь просрочилась нет видите не просроченная то есть но она у меня настолько старенькая мне кажется она старше всей косметики вот сегодня вот эти тени у меня на глазах вот этот нижний оттенок вот такие они красивые я их так люблю вот смотрите очень красивые девчонки часто говорят дешевые пылят ну вот нанесла и здесь остались и здесь никуда не сыпется очень красивые цвета единственное ну вот освещение у меня иллюминация на потолке поэтому может немножко искажается может множко искажается ну и вот этот цвет тоже вам покажу форес не знаю тут вид на цвет или нет там разглядели не только годность но и это до 0 3 был а тут 29 вот здесь написано 29 тонн они вообще стоят я не знаю копейки вот эти вот если вы конечно найдете палетки такие я не помню за сколько брала я но они недорогие может даже 30-40 рублей вот так но они такие красивые вот все три так смотрится люблю вот прям люблю люблю так пальчики стираем и покажу еще одни тени это уже фаберлик когда я зарегистрировалась в фаберлик они были еще на складе на нашем и я успела их взять вот такие были у фаберлик тени какое-то время назад тоже взяла я их сейчас вот ради вот этого светлого оттенка и вот этот коричневый он настолько сочный прямо вот осень-осень сейчас я вам вот сюда нанесу покажу просто показываю ради цвета тут уже не показываю ни названия ничего потому что их не найти это были в фаберлик вот такие красивые ну в среднем оттенке видно коричневый я тут мазнула немножко с бачку прихватила очень красиво они между собой тушуются красиво нравится вот такая вот красивая палеточка дальше вот у меня минус в камере то что я не знаю сколько времени я снимаю и для меня это всегда оказывается потом сюрпризом если что ставьте на паузу наливайте чай но вообще многие перематывают и вот такая вот еще палетка это ширим и шире мне кажется они вышли из каталогов ой из каталогов из продажи мне прислала жануля сейчас я вам покажу но тут чисто блестки не на каждый день ее оденешь на себя тут прямо все блестит так я бывает что-то начинаю рассказывать да потом отвлекаюсь как увижу блеск и все и забыла о чем говорю меня может ждут продолжения я уже о своем о женском вот такая красота но вот тут блестки могут осыпаться конечно это уже вот чисто так праздник или бы совсем чуть-чуть на определенное событие редко я ими честно пользуюсь я не буду брать среди потому что я наверно промахнусь вот так вот могу показать очень крупные блестки вот они прямо сыпятся редко-редко я бывает вот так достаю я их достаю больше по осени вот так вот на блеск посмотреть насладиться ну и убрать ну бывало-бывало что и ей накрашусь вот я ж люблю все блестящее помните я раньше всегда говорила я дам блестящее люблю чтоб блестела но тройне редко я себе это позволяю если честно так дальше помады вот у меня осталась база под тени вот такая от пьеррико тоже жанули присылала она у меня прямо незаменимая люблю я ее ой помад я набрала столько что я вам наверное половину покажу лучше так много но я со всех сумочек достала давайте я начну с последних которые вот только купила это от фаберлик совсем прямо новинка взяла я ее 43 067 к ней я буду немножко привыкать не угадала с цветом я не очень люблю когда немножко в рыжинку уходит а тут она и выбеливает и немножко в рыжинку уходит такой капризный мне показался цвет девочки кто-то в комментариях уже написал что даже скатывается немножко в полоску собирается но вообще многие вот эти вот светлые цвета грешат тем что начинают скатываться в полоску ну я об этом еще не знаю я ее носила раза два ну как бы сильных проблем я не заметила единственное что мне не очень она подошла и не очень понравилось не так давно тоже ошиблась купила вот такой 42 028 это лимитка была в фаберлик я думала будет натуральный цвет но она оказалась такая в коричневый уходящий какой-то такой ну вот видите такой цвет кому-то он очень идет мне он не очень идет но я подумала что осенью может быть у меня получится ее немножко поносить ну раз купила под определенный сезон почему бы и не раскрасить это тоже новинка у меня такая была я вот показывала в последних покупках что я ее повторяю она у меня даже закончилась 45 99 когда-то мне жануле дарила ну вот я ее истратила и теперь купила ну не купила по баллам взяла повторно ее я очень люблю вот этот цвет я очень-очень люблю роза какая-то натуральная роза как-то так она называется очень хорошая помада так не падай следующую помаду тоже люблю Юленечка мне ее присылала привет тебе тоже моя хорошая видите сколько у меня подарков от девочек 255 я бывает затрагиваю так вот в болталках тему комментариев потому что в комментариях порой такое напишут что хоть то хоть падай последний комментарий почему вам присылают посылки смотрите какая красота да вот 255 как я могу знать почему мне присылают посылки ну мне кажется если присылают значит ну либо нравлюсь там ну как человек хороший может я не знаю как можно сказать почему вам это нужно спросить человека который присылает мне почему присылают ну может быть дружу или чем-то нравлюсь чем-то привлекательным ну не знаю я трудно о себе говорить со стороны это же естественно следующая помада тоже моя любимка от Avon так ну я ее часто часто показываю покажешь покажешь ну не хочет показаться вот так она называется она уже такая светлая ну как светлая как мы их называем такая как глянец ложится и цвета она дает немного больше как блеск дает такой глянцевый блеск куда мне тут закатилась симпатичная очень помада я ее люблю прям очень-очень люблю ее не надо наслаивать кто-то из девчонок говорит что пытаются наслоить много-много слоев и она лезет в рот там и скатывается и растекается ну конечно зачем помаду которая не дает цвета много-много слоев конечно она потечет куда ей деваться бедный поэтому много не надо если не дает значит она не рассчитана на это от Арифлеем так 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 The One да вот это вот фирма не фирма я хоть вам прямо показываю нют какой-то светлая тоже помада не очень угадала я с цветом вот такая она но время от времени все равно видите пользуюсь под определенный опять же макияж вот она совсем светлая когда яркие глазки тогда такая помада хорошо ложится девчонки если я где-то начала что-то рассказывать и забыла вам интересно о чем я там говорила вы мне напомните в комментариях я продолжу у меня бывает такое что я же отвлекаюсь я пытаюсь болтать и пытаюсь показывать ну естественно отвлекаюсь на косметику 173 это тоже Maybelline тоже Надюшка мне присылала редко я ей пользуюсь но все равно видно что я немножечко ее уже даже истратила она для меня знаете такая помада с которой я вот как я до этого говорила на вы как с бронзерами вот такая вот она интересная очень интересная помада цвет красивый но вот была бы она чуть побледнее а сам цвет очень красивый на мне она ярко-ярко ложится вот наверное такая помада хороша в роликах на ролике надо будет как-нибудь с ней сесть вот эта помада у меня с прошлого месяца перекочевала от Mary Kay тоже Оксаночка мне присылала девчонки избаловали меня столько мне подарков вообще откуда я знаю за что вы мне присылаете знаете как приятно в любом случае вот такая красивая название показать вот с таким названием тут уже осень-осень у нее такой светло-коричневый тон интересный и есть блестки интересная помада тоже потихонечку она у меня идет когда я только получила я подумала ой это же не мой цвет смотрите оказывается под определенные события под определенный макияж под определенное время года мое тоже мое сейчас уже нет фаберлик вот этих помад была 41.0 кажется 95 могу ошибаться тоже не часто я использую ее но вот бывает она мне вот напоминает немножко вот от Maybelline вот эту потому что тоже ложится так вот ярко и плотно ведь они схожи поэтому я ее тоже использую крайне редко потому что я ее боюсь с ней я тоже жена вы не устали я уже надоело просили косметичку я не могу мало выбирать мне уж если надо то много так видно да вот такое это от oriflame помада она у них по моему самая дешевая вот такая симпатичная сиреневая вот помад мне надо чтобы было много как теней вот такой цвет симпатичный какой-то он даже праздничный тут прям чистый перламутр а-ля молодость это прямо вот 90-е годы обожаю перламутровые помады и не потому что я выросла на этих помадах а потому что мне матовые к сожалению не идут так вот эту не покажу я в прошлом месяце ее показывала вот эту покажу она у меня из сумочки и она у меня так и живет в сумочке вот так называется но ее вейвен уже нет одно время они были потом их сняли с производства вот ее немножко осталось давайте вот здесь вот ее ну хоть сам цвет покажу и бывает так что новые помады выходят и просто заменяется упаковка и нужно ее просто узнать что это она которая была потихоньку уходит она у меня тоже вообще сумочные варианты очень быстро тратится ну еще две покажу вот эти две не покажу а то я боюсь что время я очень много отняла у вас не всем это нравится это новые от люкс в этом месяце у меня люкс конечно рулит первое я даже не вижу если честно показываю где вверх а где низ в общем я показала с двух сторон так и так а вы уже сами смотрите вот это мне очень нравится вот у меня и вот столько осталось сейчас вам покажу она конечно с блестками капризная помада вот это не все ее полюбили мне понравилось так она ложится красиво и ярко и смотрится как то вот не знаю мне кажется каким то праздником у нее даже блестки настолько разноцветные красивые ну нравится ну и последняя помада тоже покажу с двух сторон но я их не один раз уже показывала и я думаю что вы их хорошо знаете я потом на камере то сижу когда пересматриваю ролик мне так смешно как я конечно ногами вам все показываю как я забываю на полусловие прерываюсь о другом уже рассказываю это такая как у меня сестра говорит Света уже перекрасься же ты в блондинку вот ну а то у меня блондинка и я видимо в душе блондинистая вот такая красота все вот такой у меня получается осенний октябрьский набор люблю я косметичку перебирать люблю я вот это вот все я могу даже вечером у кого нибудь ролики пока смотрю вот свои тоже рисую разглядываю так интересно вот такие мы девочки если мальчики меня сейчас смотрят наверное вам трудно нас понять ну хотя я думаю мальчики в такие ролики не заходят потому что это не очень им интересно ну или даже как мне кажется совсем не интересно вот такая была косметичка если я что-то забыла простите если я что-то наоборот лишнее сказала тоже простите ну надеюсь со мной было интересно а я вспомнила я вспомнила что я говорила там посередине что я бывает ролики загружаю я не знаю какая цель у некоторых девчонок вы представляете я нажимаю опубликовать и тут же мне пишут первый комментарий ой как круто мне вот это вот это понравилось ну я конечно понимаю что полминуты надо чтобы там где-то в середине что-то мотнуть глянуть ну хотя бы не в тот момент когда только-только опубликовали ролик поэтому те кто очень торопится писать комментарии о том что все круто и все здорово и ролик замечательный вы на время смотрите если я его только-только загрузила ну подождите немножко хотя бы а то как-то вроде получается весь труд напрасен ты стараешься показываешь а в итоге ты человеку не интересно потому что он уже в самом начале уже все оказывается посмотрел я еще не загрузила а уже человек все посмотрел ну вот одеваю обратно мое колечко а то что я тут хвасталась то зазря вот все спасибо всем за внимание всем до новых встреч и всем пока до новых встреч